всем привет это видео будет продолжение про прошлую серию про нашу квартиру есть один вопрос почему мы продолжаем арендовать квартиру почему мы не возьмем данный момент ипотеку и не купим новую квартиру но немного можно старую где мы допустим жили вещи где сейчас живем я сейчас вам всю математику разложу что выгодно что невыгодно делать в данный момент в майами в саньян где мы живем по поводу ипотеки для туристов то есть для нас у кого нет гражданства сша нет green card и нам ипотека доступной и мы ее можем взять кстати легко я даже задал вопросу риэлтор игру слушай или давай я сейчас куплю не куплю возьму в ипотеку квартирку такую недорогую тысяч за 400 долларов несу взнос хороший и открою себе кредитную историю он будет у тебя же нет и н н здесь называется social security нет нет смысл он говорит наоборот для туриста легче получить ипотеку чем для того человека который только что получил и н н это social security получаем потому что только что вы получаем получили и н н банк виде что вы чистый у вас нет кредитной истории у вас за последние два года не было никаких поступлений допустим денежных средств от вашего работодателя то есть человек вам получаем виде что чтобы никто он будет для таких людей получить кредит намного сложнее чем для нас вами туристов поэтому если вы турист вы можете легко прокредитоваться процентная ставка не такая высокая от пяти с половиной до шести процентов годовых хорошо первый взнос за квартиру 35 процентов и до 30 лет вам доступен кредит поэтому если вы себе что-то сейчас присмотрели можете легко прокредитоваться если говорить по списку документов чтобы вам здесь взять ипотеку вам нужно подтвердить ваши доходы в россии путем справки 2 ндфл либо налоговой декларации американский брокер или банк не сможет проверить достоверность вашей справки достоверность ваших доходов по справке 2 ндфл либо в налоговой декларации почему в данный момент мы не берем квартиру в ипотеку и не кредитуем я сейчас сяду за компьютер и вам все наглядно объясню давайте разберем на нашем примере где где мы раньше жили стоимость двухкомнатных апартаментов примерно миллион четыреста посмотрите вот миллион четыреста тысячи пятьсот сквитов миллион 200 тысяч плюс комитом миллион пятьсот пятьдесят миллион триста девяносто миллион шестьсот миллион четыреста пятьдесят это миллион сорок девять это какая-то замануха этих нету цен миллион пятьсот миллион двести разберем возьмем среднюю цену миллион четыреста почему миллион четыреста потому что вы еще при покупке этой квартиры в конце заплатите 5 процентов от стоимости этой квартиры соответственно это если миллион четыреста это 70 тысяч долларов вот вы представьте чтобы то есть квартира должна стоит примерно миллион триста тридцать в конце на вас выйдет миллион четыреста квартира стоит миллион четыреста аренда стоит шесть с половиной тысяч долларов коммуналка на эту квартиру стоит полторы тысячи долларов примерно посмотрите видите 1500 сквитов платится 1 доллар за сквит то есть полторы тысячи плюсом вы платите 2 процента в год это и это налоги от стоимости квартиры то есть от миллиона 400 это будет 28 тысяч разделить на 12 получается 2 300 в месяц это просто налоги сша и того у нас выходит тупо если вы владелец данных апартаментов вы в месяц минимум должны иметь эту сумму 4 800 вы представляете вы купили квартиру думать все я больше ни за что платить не буду не тушки 4 800 в месяц платите допустим вы решили купить квартиру за миллион четыреста ее сдавать сколько вы будете с этого зарабатывать купили за миллион четыреста сдаем за 6 500 в итоге 6 500 минус 4 800 это ежемесячные ваши расходы и у вас будет оставаться 2700 долларов что помножим на 12 месяцев получится 32 тысячи четыреста два и три процента в год вы будете зарабатывать вложили пол 4 выложили миллион четыреста ваш доход будет 2 3 процента соответственно в данный момент вот именно в данный момент у нас сегодня август 2021 года наверное нецелесообразно вот этим заниматься потому что если говорить еще о том что но недвижимость будет дорожать она уже подорожала за последние полгода на 40 50 процентов сейчас в ближайшие два года недвижимость будет примерно на этом же уровне но выше уже на не падет сейчас наоборот будет сдерживаться экономика сша поэтому мы в данный момент продолжаем арендовать квартиру потому что мы как посчитали нам нецелесообразно даже влазить в кредит мы лучше пока подождем годик и там дальше будет видно отвечаем на вопрос выгодно ли купить либо снимать вот соответственно мы просто бы на 2700 долларов платили бы меньше меньше если это было бы наше жилье ну то есть данный момент я считаю пока нецелесообразно опять же вы имеете ввиду не нужно это все в рублей переводить потому что вы сейчас в рублей переведете и подумайте вот давайте даже переведем рублей это что у нас 400 вот а они снимают квартиру за 474 тысячи рублей в месяц вы чё с ума сошли стали нет вы не переводите в рублей здесь другие доходы соответственно есть и другие расходы здесь другая жизнь в россии бы конечно мы такие думаю ахо квартиры за полмиллиона рублей не снимать мы что-то сумасшедшие что ли в россии были бы наверно сумасшедшие но а здесь нет это нормально у нас здесь все тренажерном зале с кем мы занимаемся успешные люди и практически все снимают я оставлю внизу данные риэлтора может быть по аренде вам нужно будет может быть для покупки в дальнейшем потому что мы же тоже будем рынок мониторить может быть как какая это будет удачная квартира там вы знаете вы допустим там вот как вот я вот посмотрел мне конечно не знаю что это за такая цена миллион 49 но это цена до кризисная до подорожания и забыл вам про ипотеку рассказать вот сейчас я вам покажу расчет на полтора миллиона долларов смотрите квартира стоимостью полтора миллиона долларов первый взнос будет 35 процентов это 525 тысяч долларов процентная ставка 5 и 5 годовых срок кредита 20 лет и мы выходим на сумму 6 тысяч 7706 долларов то есть мы можем сдавать в аренду за 600 то есть примерно она на то и выходит но в любом случае даже если вы взяли ее в кредит в ипотеку сдали за 6 500 вам в любом случае нужно будет еще 48 тут месяц на содержание этой квартиры это коммуналка полторы тысячи и налоги для 800 я вам еще говорил про ситуацию что я думал купить какую-нибудь квартирку дешевую но дешевый по отношению к этой цене для того чтобы открыть кредит истории посмотрите мы ходим на детскую площадку вот сюда вот и вот он дом прям перед детской площадке довольно таки выгодное местоположение через дорогу сразу же смотрите него океан соответственно здесь жилье и такое дорогой потому что это вторая линия вот квартирки 475 тысяч пятьсот четырнадцать тысяч если взять чуть дальше вот сюда вот еще пройтись там у там 3 4 линия то соответственно можно будет посмотреть вот 3 370 3 тысячи тысяча сквитов это примерно 100 квадратов 1200 ну в любом случае видеть его цена 379 то есть можно купить что-то такое тоже не совсем дорогое 300 тысяч 400 тысяч 450 сколько несет в аренду давайте посмотрим аренда этих квартир смотрите 3000 долларов 2 700 2 200 вот 2 200 моих вариант неплохой 120 примерно квадратов двушечка тоже невысокие ну кстати милая квартира милая ленчик я нашел вам квартиру за 2 200 поедем а у нас мы тут лежим на океане в для вас видео записывали она загорает ленчик 2 200 квартира отличнейшая переезжаем будем экономить я еще в прошлом видео показывал вам детскую площадку я там был днем когда там не было детей мы вчера заехали на детскую походу специально вечером чтобы показать сколько там было народу вот смотрите оливия после школы поехала на гимнастику и из гимнастики поехала на детскую площадку вот у оливии детство какое шикарное оливия устал на гимнастике олива до время сейчас уже пол девятом ноги уходят домой площадка потихонечку пустеет но не в понедельник более такие в будни в среду в четверг 8 вечера здесь народу минимум в два в три раза больше чем сейчас мы пришли поздно на площадку потому что у нас гимнастика до 8 часов вечера и после гимнастики мы решили еще аллею побаловать и сей на площадку поиграть если говорить по контингенту здесь процентов на 80 русскоговорящие конечно мы же точно легких путя не ищем я же правильно говорю зачем нам нужна лестница так интереснее да оливия уже с кем-то познакомилась олива олива вот качели свободная олива оливия вот сюда а так вот заводится быстро друзья на площадке мальчик напросился чтобы мотору покачали так как мальчика зовут а я не понял лёша ленчик работает за вторую маму мальчик пришел с бабушкой попросила ленчика покачать ее его